Всем привет! Сегодня я решила по-быстрому до чая, до кофе, до молока или до компота спекти домашнее печенье. Печенье это будет медовое. Чего медовое? Потому что в тесто я буду добавлять мед. Так, что мне для этого понадобится? Два яйца. Четыре столовые ложки сахара. Четыре столовые ложки меда. Сюда я добавлю чайную ложку соди. После масла 8 столовых ложек. Примерно это будет грамм 80. Я вымеряла це все ложками. Це рецепт на ложки. Добавлю я сюда еще и сметану. Сметану надо 200 грамм. У меня домашняя натуральная сметана. Можете взять покупную. Тепер мне надо все хорошо. Буду размешать. Що все ци ингредиенты соединились вместе. Так, все ци я размешала. Теперь я буду добавлять сюда муку. Сколько пида муки? Ну да тут полкило. Но надо дивиться. Я буду постепенно добавлять. Ну, примерно полкило. Плюс-минус. 50 или 100 грамм. Пока мясо еще тесто у меня жидкое. То естественно все жидкое тесто я размешиваю венчиком. До тех пор пока мясо позволяется. Так, венчиком я тесто уже замесила. Теперь оно уже не поддается вымешиванию венчиком. И сейчас я его буду замесить руками. В пакетик мне надо его положить в холодильник. Марина Сергеевна, принеси пожалуйста маме пакет. Есть, шеф. Давай. Я же тесто домесила. Здравствуйте, мне надо его положить в пакет. И положу минут на 10-15 в холодильник. Тесто получается такое мягкое. До рук оно не лыбное. Потому что оно жирное. Ну, и жирное, и сладкое. Все такое, типа песочное. Зараз я его в пакет и в холодильник. 10-15 минут. Тесто мы на полежала 15 минут в холодильнику. И завтра будем по-быстрому пакет и печенье. Разрезаем вот эти колбаски. Под тесто муку подсыпать на стол не надо. Абсолютно. Воно так хорошо катается. И теперь мне надо будет сделать шариком. Размер этих шариков. Это будет примерно грецкий орех. Волыка печенье делать не надо. Ну, примерно вот это вот такие шарики. Размера грецкого ореха. Я зараз буду сделать из всего этого теста. Дело в том, что это рецепт, сделанный двойной порцией. Если для вас покажется, что тут вам много печенья, сделайте просто один одну порцию. В описании мы напишем рецепт именно для одной порции. Я повторяю, тут двойная порция у меня. Я просто не могу готовить нічого маленькими порциями. Чего я много так готовлю? Такими великими порциями. И все это мы типа снимаем и показываем. Я уже неоднократно сказала, что у меня не кулінарный канал. На своем каналі я показываю те, что готовлю я для своей семьи. Это кулінарные канали, которые снимают в студиях. То они, да, они снимают и показывают одну или двой порции, чтобы только показать вам именно этот рецепт. А я показываю те, что я готовлю. Ну, мы же, я не могу, ну, как. Это пришлось бы мне показать вам, чтобы этих приготовить пару печень, чтобы приготовить. А потом после всего этого ставить и готовить своей семье кушать. Ну, вы знаете прекрасно, что у меня хозяйство. И у меня просто времени нет. Мы показываем те, что мы кушаем, что кушает наша семья. Вот мне захотелось сегодня такого печенья. Ну, мы решили просто заснять этот рецепт. Может, кто-то не знает. Может, кому-то он понравится. И кто-то тоже захочет для своей семьи спекти. Так что от из-за этого у нас такие великые порции, огромные. И тем более, ну, печенье. Воно будет стоять у вас и два дня спокойно. Завидно ничего не случится. Вы не подумайте, что все все печенье, которое я сейчас напечу, и мы сразу съедаем и кушаем. Нет. Мы сейчас покушали. Потом захочется нам в обед, например, попить чай или кофе с печеньем. Вечером. Завтра мы его будем тоже кушать. Так что из-за этого я просто напекаю. Ну, сейчас. Мне кажется, так все хозяйки делают. Наготовили. Это если у кого-то там времени очень много. Свободного. То, конечно, можно стоять на кухне сутками и готовить. Ну, у меня такой просто возможности немало. Так что я стараюсь, если я встала на кухню, то приготовила объем, чтобы было покушать, ну, хотя бы минимум, минимум на два раза. А то и на три, на четыре даже. Так. Шайки я покатала. Теперь я их буду так трошечки приплюснувать и положить на противень. Друг от друга надо отступать где-то полтора сантиметра, два. Ну, и чтобы такие у меня были печеньюшки оригинальны, я вылкую, сделаю такие красивые полосочки. Вот так. Можете это печенье посыпать сахарной, ой, не сахарной пудрой, а сахаром. Для красоты. Ну, я попробовала, тесто дуже сладкое. Как на мой вкус, то сахара тут достаточно. Так что я ничем не буду обсыпать. Вот так просто. И ставить ему я это печенье в духовку. Духовка у меня уже разогрита. Випекать я буду температура духовки 180-200 градусов. Випекаться они будут очень быстро. Минут где-то 10-12, не больше. Если вы будете дольше его выпекать печеньем, оно у вас просто засушится. И будет так, как сухарики. Так что долго все не надо его выпекать. В этом тесте очень мало жидкости. Так что оно должно быть рассыпчато. Петельмется очень-очень быстро. В духовке и ждем 10 минут. Но будете смотреть по своей духовке. Пока не все печется, я зараз беру формочку другую и сделаю всю саму процедуру с остальным печеньем. Пока не все выпечется, все будет готово у меня. Ну, а цей противень я сделаю совсем по-другому. У меня есть такой стаканчик интересный. У него дно такая резьбленная. И я цем донышком прямо буду так на печенье надавливать. И вот вот такие печеньюшечки у меня получится. Можете, если у вас есть формочки для печенья, можете формочками специальными вырезать. Для этого вы раскатываете пласт теста и вырезаете. вот такие печенья я спекла. Зараз я его разломаю покажу. Печенье мягусенькое, мягусенькое. Самое главное, еще раз повторяю, чтобы вы его не перепекли, чтобы не перережали в духовке. 10-12 минут оно печется, все. Иначе оно потом просто засохнет. Мягенькое, мягенькое печенье получается. Попробуйте спекти по моему рецепту. Ну, я надеюсь, вам понравится должно. И всем приятного аппетита и до новых встреч. Пока-пока. Редактор субтитров